БОДОБОРОНА БУКВА Ф Привет, дети! Привет, Бора! Сегодня я расскажу вам про букву Ф А морфики покажут слова, которые с нее начинаются Ф – очень важная буква Не важная, а важная На Ф начинаются важные слова Фрак, Фуфайка, Фокачча и КРАВАТЬ Кровать начинается с буквы К А заканчивается на Ф В кровати вообще нет буквы Ф А на Ф начинается футболка, например Ну все, раз вы все время меня не слушаетесь Я вообще больше не буду вас учить А морфики не будут ничего показывать Как ты не будешь нас учить? Ты же учитель А я сменю профессию Буду мне-мне-мне Во! Факиром Хорошая профессия Важная На Ф начинается Я знаю Факир – это бродячий фокусник Он показывает необычные трюки А зрители кидают ему монетки Во! Я Факир А вы мне кидайте монетки, поняли? Бода, кажется, тебе нужно потренироваться Ой, да и не очень-то я и хотел быть этим вашим факиром Буду лучше фараоном на F Фараон это не профессия Так называли цари в Древнем Египте В честь некоторых дней построили пирамиды Уговорили Можете построить честь меня пирамиду Тебе не жалко, Морфиков? Ты будешь сидеть на троне, а они тяжелые камни таскать И не надоело вам спорить? Лучшее вот задание выполните Назовите четыре профессии на F На букву F Футболист Фермер Фокусник Фотограф Неплохо, неплохо Жаль, мне ничего не подходит Неохота мне фотографировать фокусы футбольных фермеров Все, нет для меня профессии Прощайте Бода, сейчас появляется много новых профессий Ты можешь стать кем угодно Что? Кем угодно на F? Тогда я стану футзиямой Вот Футзияма это гора в Японии Я имел ввиду не футзияму, а фрикадельку Фрикадельку Я маленькая фрикаделька Всегда не ма... Молчу, значит Бода, ты, конечно, похож на фрикадельку Но фрикаделька это не профессия Вы правы, дети Никуды что из меня фрикаделька Что же такое придумать? Самое важное для буквы F Во Не то А может А ерунда какая-то Придумал Знаете, кем я стану? Кем, Бода? Я стану учителем Но учитель начинается с U Видали? Как я хорошо вас научил И букву F запомнили И букву U Вот что главное А учителем можно быть на любую букву Потому что это самая важная профессия Буква Че Привет, дети Привет, Бода Сегодня я покажу вам букву Че Это такая буква, которая... Ну вот Всю букву Че потеряли А, вот Итак, дети Буква Че И это такая буква, которая... Не мешайте, Морфы Не видите, я урок веду Эй, куда? Верните букву Так, морфы, попались? Быстро возвращайте букву Ч. Бода, морфики уже неделю просят тебя завести им домашнее животное. А ты чего? Домашнее животное? Где я вам возьму домашнее животное на букву Ч в такое время суток? О, вот, отличное домашнее животное. Чайник называется, на Ч начинается. Абу как? Довольный? Можно я теперь детей букве Ч научу? Бода, чайник это не домашнее животное. Чайник же в доме живет, значит домашнее. Раз не нравится чайник, будут вам часы. Тоже на Ч. Часы это тоже не животное. Бода, ну перестань обманывать морфиков. Эх, уговорили. Держите чемодан. Смотрите какой. Рыженький, гладенький. И буковка Ч в нем какая красивая. Вот что. Вы просто не умеете ухаживать за домашними животными. С домашним животным нужно ласково обращаться. Чесать его за ушком. Читать ему книжки. Поить чаем. Вот дети, смотрите, что будет, если попытаться приручить чемодан. Что, Бода? А ничего хорошего. Вот что. И кто только додуматься мог чемодан домашним животным назвать. Бода, ты куда? А как же домашнее животное? Как же урок? А как же буква Ч? Ни минуты покоя. Даже поворчать времени не дают. Нет бы сами. Взяли и придумали домашнее животное на букву Ч. Вот и урок вам был бы. На, те, выбирайте. Так, чашка не животное. Крокодила дома держать опасно. И он начинается с буквы К. Хомяк может быть домашним, но начинается не с Ч. О, вот, черепаха. Ну вот, дети, морфики заняты черепахой. Теперь можно спокойно провести урок. Это, дети, буква Ч. Это такая буква, которая... Ой, чуть не упал. Письменные буквы Ося, тяни во все ноги. И ног, ну куда ты гнешь? Нос выше, выше нос. Привет, Бода, а что это ты делаешь? Привет, дети, буквы выпрямляю. Смотрите, они все перекосились. А зачем их выпрямлять? Это письменные буквы, они такими и должны быть. Как это зачем? Если слова кривые, то и вещи будут кривые. Вот, например, Как в таком доме жить? Видали? Ни поесть, ни поспать, ни бороду почесать. Письменные буквы пишут рукой, а не печатают. А рукой гораздо удобнее писать с наклоном. Писать им, видите ли, удобнее. А мне в этом во всем кривом и косом жить. Морфы, становись на тренировку по наклонному выживанию. Наклон принять. Шагом, борщ! Дети, ну что, видите, какие опасны эти ваши письменные буквы? Бода, с буквами все в порядке. И с твоим домом тоже. Смотри, слово можно написать и печатными буквами, и письменными. Сам предмет от этого не поменяется. Буквы кривые, а дом прямой. Так не годится. Морфы зря тренировались, что ли? Сейчас все исправим и скривим. И еще задом наперед. И вот это и скривим. А и вот так вот выровнять. Здесь вот так вот. И еще вот так. Идеально криво. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бода! Я же говорил вам, что с такими кривулинами ничего хорошего не получится. Буквы тут ни при чем. Ты же сам свой дом сломал. Сам сломал, сам и построю. Да из чего тут строить? С такими буквами даже сарай не сколотишь. Даже простейшей буквы Д нет. Это и есть буква Д. Большая и маленькая. Если вы такие умные, разберите тут пока эти буквы. А я за нормальными буквами схожу. Это большие письменные Б, Г, З и Д. Это маленькие Б, Г, З и Д. А это печатные. Большие и маленькие. Ну вот. Отлично я вас научил печатным и письменным буквам. А сейчас я покажу вам самые лучшие буквы. Домостроительные. Ха! Домостроительных букв не бывает. Хе-хе-хе. Еще как бывает. Глаза закройте. Не смотреть, не смотреть, не смотреть. Закройте глаза. Не подглядывать. Все, все, все. Открывайте. Бода, как красиво. Я же говорил, что бывают домостроительные буквы. А еще бывают шоколадописные. Угадайте, из чего они. Предлоги. Привет, Бода. А что ты делаешь? Буквы пилю. Они слиплись. Вон только две нормальные остались. Кажется, я знаю, что это такое. Бода – это предлоги. Не знаю, что они там предлагают. А я предлагаю перекусить. С утра тружусь. Надо подкрепиться. Предлоги ничего не предлагают. Они ставятся между словами. Например, между Бода и бутербродом. Не надо ничего между мной и бутербродом ставить. Бода, без предлога ничего не получится. Ладно. Вот отличный предлог, чтобы съесть бутерброд. Бода в бутерброде. Хм, неплохой домик. Оригинальный коврик. А потолок кто продырявил? Морфики, вы зачем потолок прогрызли? Предлог «в» означает, что один предмет находится внутри другого. Бода, ты в бутерброде. Что? Ставьте другой предлог. Ой. И что такое? Теперь ты под бутербродом. И под морфиком. Ой, что-то мне быть под совсем не нравится. Давайте вот этот предлог попробуем. Это предлог «над». Хе-хе. Хороший я предлог «над» выковырял. Все, пора перекусить. Дети, вы меня голодом заморить решили? Ставьте вон тот предлог. Эй. Ой. Где я? Бода, ты за бутербродом. Или мы за бутербродом. Если с твоей стороны смотреть. Эй. Эй. Раз вы такие умные, и за бутерброд от меня спрятались, сами предлог и выбирайте. Хм. Предлог «перед» поможет Бода показаться из-за бутерброда. Но он опять его не съест и останется голодным. Предлог «вокруг» не подходит. Без бутерброда. Не съесть бутерброда. А предлог «с» нам подойдет. Хе-хе. Бода с бутербродом. Бода снова с вами. И будет учить вас есть бутерброды с предлогами. То есть с сыром. Чтобы Бода наелся, бутерброд должен оказаться в меня. Во мне. В Бода. Дети. Предлоги очень важны. А без них даже поесть трудно. Запомнили? Да, Бода. Мы запомнили. А если вы забыли, что предлог означает, просто уберите его. Пока, дети. Пока, Бода бутерброда. Буква «Ж». Кто? Где? Пожар? Доброе утро, Бода. Морфики нам принесли букву «Ж». Расскажи нам про нее. Ишь, разжужжали с утра. Идите на улицу. Бода будет сон досматривать. Жираф начинается на букву «Ж», которую ты выгнал на улицу. Ой, приснится же такое. Бода, забери букву с улицы, и она не будет тебе больше сниться. Не придумывайте. Я просто бог неправильный выбрал. Привет, дети. Привет, Бода. Как меня много. Я теперь всех детей на свете научить смогу. Не ты, а я смогу. Не, а я, нет, я, я лучше. Нет, я лучше. У тебя даже бороды нет. И у тебя нет. Дети. Кто мы? Бода, ты – желуди. Они тоже начинаются на букву «Ж», которую ты одну в собачьей будке оставил. Раз, Бода. Один, Бода. Единственный, Бода. Уникальный, Бода. Неповторимый, Бода. Как хорошо быть одним-единственным. А букве «Ж» там грустно одной. Забери ее, и тебе не будут сниться плохие сны. А это жужжалка тут ни при чем. Просто спать надо не на боку, а на голове. Тогда все плохие сны будут высыпаться. Все. Какой я ловкий. А вы говорите, сны плохие. Морфы, снимайте меня скорее. Вот, на телефон. Эй, телефон, хватит летать. Как перестать крутить-то? Друг, помоги, пожалуйста. Ой, не хочу быть больше вертельщиком-крутильщиком. Слон, слон, не подходи. Дети, скорее пишите слово. Бода, ты стал жонглером. Жонглер тоже начинается на букву «Ж». Обещаешь букву домой собрать? Обещаю. Дети, сегодня я расскажу вам про букву «Ж». На нее начинается много чудесных слов. Жизнерадостный, животрепещущий, живописный и жутко красивый. А теперь задание. Выберите тихие слова на букву «Ж», которые не мешают спать. Жаба не подходит. Она громко квакает. Жук жужжит. А желе не издает никаких звуков. Бода, мы нашли правильный ответ. Бода? Ой, Бода спит. Не будем его будить. Да поспишь тут. Тишина, как в библиотеке. Пожужжите, что ли? ЗЗЗАЛЬ— Жизж. Субтитры сделал DimaTorzok